На протяжении миллионов лет рептилии вселяли ужас в обитателей Земли. Десятки миллионов лет назад планету терроризировали динозавры, а сейчас людям доставляют проблемы змеи и крокодилы. Но даже среди представителей такого опасного класса, как рептилии, есть наиболее жуткие и грозные виды, которые способны на невероятно страшные вещи. С вами СмартПицца, и сегодня мы расскажем вам о самых опасных рептилиях в мире. Погнали! Номер один. Грифовая черепаха. Многие люди считают, что черепахи – одни из самых безобидных существ в мире. И в самом деле, некоторые черепахи просто не способны нанести вред. Однако есть и исключения. Гигантские черепахи, с которыми никто не захочет связываться. Одной из них является грифовая черепаха, которую также именуют аллигаторовой черепахой. Своё название она получила из-за чрезвычайно мощных челюстей и выступов на панцире, похожих на грубую ребристую кожу аллигатора. Даже эти факты дают понять, что грифовая черепаха – опасное создание. Но это еще не все. Эти рептилии также являются одними из самых больших в мире. Их длина может доходить до 115 сантиметров, а весят они порядка 60 килограмм. Впрочем, бывают и исключения. Встречались грифовые черепахи массой под сотню, а то и более сотни кило. Питаются грифовые черепахи преимущественно рыбой. Главная черта этой черепахи – ее массивные челюсти, напоминающие в раскрытом состоянии гигантский клюв. Кусается грифовая черепаха очень сильно и больно. Несмотря на то, что она не особо агрессивная, если ее спровоцировать, она тут же раскроет челюсти и нанесет неприятелю крайне серьезные травмы. Номер 2. Черный кайман Глядя на черного каймана, можно подумать, что это аллигатор, накачанный стероидами. И не безосновательно, ведь черный кайман – это самый крупный вид, входящий в семейство аллигаторовых. Его длина колеблется от 2 до 4 метров, однако некоторые особи могут достигать и 5 метров в длину. Весят эти монстры от 200 до 400 килограмм. Как правило, черные кайманы селятся в крупных озерах и реках, они являются высшими хищниками. Они питаются всем – от речных дельфинов до топиров и анаконд. Практически никто не может противостоять гигантским черным кайманам, которые отличаются невероятной силой и мощными острыми челюстями. Опасность они представляют и для человека. Известны случаи нападения черных кайманов на людей, но таких случаев не так много по той причине, что эти рептилии обитают в местах, где практически не живут люди. Оставайтесь с нами до конца выпуска, и вы увидите самую крупную ящерицу на планете, узнаете силу укуса самого большого наземного хищника, а также увидите, какая рептилия считается самой опасной во всем мире. Мы продолжаем. Номер 3. Варан Сальвадора Варан Сальвадора – это крупная ящерица, обитающая в Новой Гвинеи. Это крупнейший варан в Новой Гвинеи, а также одна из самых больших ящериц на всей планете. Средний размер взрослых особей этого вида составляет около 200 сантиметров при массе не менее 5 килограмм, а крупнейший официально зарегистрированный варан Сальвадора достигал в длину 265 сантиметров. Представьте, какая это гигантская ящерица! Варан Сальвадора находится на вершине пищевой цепи в местах своего обитания. В дикой природе вараны Сальвадора питаются птицами и их яйцами, древесными кенгуру, кускусами, питонами и даже другими варанами. Будучи потревоженным, варан Сальвадора способен нанести очень тяжелые травмы или даже убить человека. Неудивительно, что даже аборигены из местных племен опасаются этих рептилий и очень редко на них охотятся. Номер 4. Комодский варан Посоперничать с вараном Сальвадора может разве что комодский варан, которого также именуют комодским драконом. На данный момент комодский варан является самой большой ящерицей во всем мире. Отдельные представители этого вида могут превышать 3 метра в длину и весить более 130 килограммов. В среднем же комодские вараны достигают 2,6 метров в длину и весят порядка 60 килограмм. В любом случае эти рептилии поистине исполинские. Как и вараны Сальвадора, комодские вараны являются высшими и доминирующими хищниками, что неудивительно, учитывая их размеры. За исключением более крупных сородичей и человека, у комодских варанов нет естественных врагов. Питаются эти гиганты всем подряд, от насекомых и морских черепах, до крокодилов, кабанов, буйволов и лошадей. Очевидно, что такие монстры представляют опасности для людей. Известно несколько случаев нападения варанов на людей, некоторые из которых, к сожалению, закончились для последних летальным исходом. Именно поэтому они по праву считаются одними из самых опасных рептилий на всей планете. Номер 5. Грибнистый крокодил Грибнистый крокодил по праву является самым крупным крокодилом во всем мире. Это гигантское присмыкающееся признается учеными в качестве самого большого наземного хищника. В длину эти монстры могут достигать 7 метров. Весят грибнистые крокодилы несколько сотен килограммов, а отдельные особи могут и вовсе весить более тонны. Также стоит отметить, что это единственные современные крокодилы, регулярно вырастающие более 5,2 метров в длину. Помимо своих чудовищных размеров, эти монстры могут похвастаться невероятно сильными челюстями. Грибнистый крокодил – потенциальный обладатель сильнейшего укуса в животном мире. Рекорд по укусу среди всех грибнистых крокодилов принадлежал самцу, длина которого составляла 4,59 метров, а вес – 531 килограмм. Сила его укуса превысила 16 тысяч ньютонов. Исследователи полагают, что сильнее грибнистых крокодилов кусались только крупные динозавры. Огромные размеры и невероятную силу укуса грибнистого крокодила дополняет его агрессивное поведение. В животном мире для него нет соперников, он находится на вершине пищевой цепочки и способен сокрушить каждого на своем пути. Грибнистые крокодилы питаются кабанами, тапирами, питонами и прочими крупными животными. К сожалению, нередко жертвами грибнистых крокодилов становятся и люди. Известны случаи, когда эти огромные монстры нападали на лодки рыбаков, а также на людей, которые находились в воде. Грибнистые крокодилы – это очень агрессивные и опасные рептилии. Единственный эффективный метод защиты от атак грибнистых крокодилов – полностью исключить их присутствие рядом с людьми. Номер 6. Черная мамба Да-да, все мы наслышаны о черной мамбе. Это одна из самых известных и опасных змей не только в Африке, где она обитает, но и во всем мире в целом. Черная мамба известна своими крупными размерами. Эти ядовитые рептилии уступают по своим габаритам лишь королевским кобрам. В среднем длина черной мамбы составляет 2,5 или 3 метра, что уже внушает страх. Помимо размеров, мамба представляет опасность своей ядовитостью. Черные мамбы – очень агрессивные змеи, которые могут укусить любого, кто представляет для них хотя бы малейшую опасность. Яд мамбы обладает высокой токсичностью и содержит нейротоксины, которые при отсутствии противоядия приводят к параличу и остановке дыхания. Если пострадавшему не вколоть антидот, он скончается меньше, чем за сутки. Впрочем, бывали случаи, когда летальный исход наступал уже через 45 минут после укуса. Наконец, черная мамба славится своей невероятной скоростью. Книга рекордов Гиннесса утверждает, что черная мамба является самой быстрой змеей в мире и на коротких дистанциях развивает скорость до 16-19 километров в час. В купе с большими размерами, агрессивностью и мощным ядом, это делает черную мамбу смертоносной и крайне опасной рептилией, с которой никто не захочет связываться. Номер семь. Тайпан Маккоя. И, наконец, лидер этого топа – змея Тайпан Маккоя. Это один из видов тайпанов, а также их самый опасный представитель. На данный момент ученые признают, что Тайпан Маккоя – это самая опасная и ядовитая сухопутная змея в мире, а также одна из самых опасных рептилий на всей планете. Многие люди боятся кобр, считая их самыми жуткими змеями на Земле, но поверьте, кобры – ничто по сравнению с Тайпаном Маккоя, поскольку яд этого Тайпана в целых 180 раз сильнее яда кобры. Всего 44 миллиграмма яда Тайпана Маккоя достаточно, чтобы погубить 100 взрослых человек или 250 тысяч мышей. Только представьте, насколько эта рептилия смертоносна. Тайпанов Маккоя можно увидеть на востоке Квинсленда и в сопредельных районах Южной Австралии и Северной территории. Эти змеи населяют сухие равнины и пустыни, прячась в трещинах и разломах почвы, из-за чего их крайне трудно обнаружить. Это, в свою очередь, делает их еще более опасными. В длину эти змеи достигают двух с половиной метров. Узнать их можно по темно-коричневому окрасу, который сезонно меняется до соломенного. Питаются эти монстры мелкими млекопитающими. Ученые отмечают, что Тайпан Маккоя – хоть и невероятно опасная, но не очень агрессивная змея. Она не поползет кусаться просто так. Все задокументированные случаи укусов были результатом неосторожного обращения с этой змеей. Так что, если вы вдруг окажетесь в Австралии и увидите эту змею, не подходите к ней и с почтением обойдите ее, ведь иначе на вас обрушится вся сила этой жуткой рептилии. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какая из этих милых змеек вам понравилась больше всего. Спасибо вам большое за просмотр!